Пожалуйста, скрет ловите. Скрет в чем заключается? Стоит, стоит, чтобы вы любая мысль принесли на бумагу, она начинает жить. Стоп, 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 подождите, подождите. Мы люди привыкли работать в базаре. Мы привыкли работать. Вот мысль возникла, пошли делали. Мысль возникла, пошли делали. Мы испытываем умственный барьер, составить план. У нас есть умственный лен. У нас есть умственный лен, составить просто что? План. Чтобы это понимать, надо научиться понять, к какому категорию бизнесмену ты относишься. То есть, какова категория склад ума у тебя? Склад ума какой? Внимание обратите. Пожалуйста, пишите. Бизнесмен бывает, бывает идеолог. Есть люди, которые просто, они, у них есть идеи. У них много разновидностей идей. Они идеологи. У них очень много разновидностей идей. Внимание. Есть люди, которые стартапы. Они любят, вы знаете, они любят, вот возможно, вы заметили, да? Когда открываешь магазин или когда открываешь бизнес. Многие бизнесмены так им нравятся закупать товар, арендовать, офис ремонтировать, оборудовать. Вообще кайф испытывают. Вообще вот, знаете, вот такие активные такие вообще. За неделю все делать. А потом дальше вести бизнес им скучно уже, не знать, что делать. Что-то не идет, что-то не получается. Я вроде все делал. Дальше не идет. Просто у него склад ума такой. Понимаете? Есть категория идеолог, да? У них вот идея сегодня, через неделю другая идея у него. А через месяц он вам еще друг, совсем другой говорит. У меня один ученик такой, остальные живет. Каждую неделю чем-то другой идея у него в голове. Он почти год больше был в моих учебах. Я так не мог ему ничему помочь. Я недавно летом в Турции его встретил. И осенью в Турции. Я говорю, как у тебя дела? Он мне озвучивает вообще еще другое. Это время, которое я его знаю два года. Даниил, он, наверное, где-то 15 деятельностей ориентировался. Там, 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 там. Я говорю, послушай, если ты занимаешься всеми, значит, ты ничем не занимаешься. То есть, это категория людей, которые идеологи. Есть так, нужно понимать, каковы ваши склад ума. То есть, я о чем хочу сказать. Помните, Аллах давал вам особенный талант. Его найдите. Стоит, чтобы вы его нашли, вы станете не то, что миллионером, а миллиардером станете. Просто надо его в себе найти. Следующая категория, это что? Архитекторы. Есть такая категория людей, которые, знаете, очень хорошо умеют на бумагу принести мысли. То есть, ты им рассказываешь, он от твоих слов могут такое расписать, но он сам этого не может делать, сам додуматься не могут. Но если ты скажешь ему, он это делает. Вы слышали таких? То есть, он послушает вас, он умеет это оформить, он умеет его принести на бумагу, он умеет сделать наглядно, наглядно. Когда у вас в голове идея, я же не вижу его, но когда она на бумаге, его видят все. А теперь, когда вы мне говорите, но на бумаге нет, я не доверяю. Когда на бумаге есть, я понимаю, я доверяю. Кто понял? Ко мне многие люди приходят с разными бизнес-планами, разными идеями. Я требую от них, покажи, просто основные, показать, пиши на бумаге. Он говорит, я не умею это делать. Я говорю, если ты на бумаге не умеешь делать, значит, в жизни тем более не можешь. Кто меня понял? Если ты на бумаге это делать не умеешь, значит, ты не понимаешь много деталей там. Ты не видишь много деталей, с чем ты будем завтра сталкиваться. Ты просишь у меня деньги, хорошо, а за твои ошибки кто должен платить? Я, что ли? Итоги получаются так. Итоги так и происходят. Итоги страдают. Тот, кто деньги давал, а тот, у кого не получилось, он говорит, я не знал, не получилось, не могла. У вас бывал такой случай? А что, его убить, что ли, теперь? А что поделаешь? Он говорит, денег нет. А такие вещи тебе бросают назад, потому что ты потерял деньги. А чтобы этот капитал собрать, еще года два уйдет. Так же? Кто из вас столкнулся с этим? Вы все понимаете, мне намного лучше, чем кого-либо, потому что сами с этим столкнулись. Теперь, следующий важный момент. Значит, надо понимать, какого-то у вас склада ума. Смотрите, значит, есть идеологи, есть стартапы, есть архитекторы, есть именно операционные менеджеры. То есть, что такое операционные менеджеры? Есть такая категория людей, которые, им не нравится что-то делать новое, они просто не понимают. Им надо готовые даты, чтобы они вели. Пожалуйста, внимание. То есть, он очень хорошо умеет, перед него ставишь план, он четко умеет, как это, соблюдая эту правилу, даешь план, то есть задачу даешь, задачу ставишь, и даешь ему правила, правила, которые он должен соблюдать. он реализует любой план. Да, он четко ведет эту работу. Понимаете, например, идеолог через полгода умрет, если его требует и план. Потому что он, не знаю, что, у него опять другая идея появится, он начнется там вообще увлекаться другими, это вообще работа кошмар станет. Стартапы тоже, они азартные в начале, а потом они не могут довести работу. Вы должны понимать, какому категору склада ума у вас. Ребята, начали меня понимать сейчас? Да? Вот, почему? Потому что работа должна быть с удовольствием, она должна максимально вдохновлять. Если у вас нет, когда вы поймете, какого склада ума у вас, найдите того, кто, кто могут вам писать тогда план, найдите архитектора. Если у вас нет, лучше делитесь деньгами, ребята. Лучше объединяйте свою сильную сторону с сильной стороны другого человека. Не пытайтесь всему самому делать. Аллах сделал нас так, чтобы мы всегда вынуждались друг к другу. Мы были зависимы от друг друга. То есть, чтобы жизнь была на земле для блага друг друга. Он не дает одному человеку все таланты, а другому говорит, ты теперь умирай от голода. Он не дает так. Он так не делал. Всевышний четко все распределил. Наша задача просто не надо жадничать. Надо найти. Например, я идеолог. Мне скучно становится, если я на одном месте сижу. Мне очень трудно становится. Поэтому у меня много разных идеи. Но у меня хорошо получается видение. Я должен это делать. Да, я научился описать эти планы. Я умею это делать. Но я это даю лучше тому, кто лучше меня это делает. Есть люди, которые лучше справляются. Пусть он делает его лучше. Так? Это намного лучше. А система могут вас вести только один человек. это кто? У кого склад ума? У кого склад ума? Именно операционного менеджмента, который будет систему соблюдать и контролировать и вести. У него должно быть математический склад ума, технологический склад ума. Послушайте внимательно, ребята. Научитесь работать в команде. Только тогда бизнес появится. Не будете работать в команде, у вас бизнеса не будет. Мы что думаем с вами? Мы думаем, что... Видите, речь идет о чем? Мы говорим, несколько дней нижний поток построить, а несколько дней нижний поток вы не можете на одному самому построить. Кто начинает не понимать? Это невозможно. Сам просто вы должны четко понимать, что фундамент такого подхода, она такой требует. Вы должны научиться. Если вы сами не умеете платить лучше, пусть кто-то делает вам план. Но этот план вы должны понимать. Вы должны его понимать. Люди, когда с людьми я встречаюсь, с чем сталкиваюсь, у них хорошая идея, они ходят с этой идеей, у них нет никакого плана, они начнут уже бизнес делать. Бизнес-плана нет. Я им говорю, какой у тебя бизнес-модел? Они мне рассказывают какой-то концерт, какую-то, знаете, историю, какую-то, знаете, вот сказку. Сами не понимают, что делать. Когда они начнут рот открыть, я вижу в конце тунеля, к чему они будут сталкиваться. Только я вижу, что это через полгода или год. Я некоторым ребятам ты сталкиваешься с большими проблемами. Пожалуйста, иди делай вот так. Он говорит, да нет, все нормально. Ну ладно, хорошо. Я говорю, хорошо, ладно, через год увидишь, у него ситуация намного хуже. Почему? Потому что это же понятно, это же реально видно, что куда он идет. Иногда просто, к сожалению, бизнесмены, у них супер оптимисты, да, вот какой-то супер гипертравический оптимизм у бизнесменов. Вообще я встречал человека и его сестра пришла ко мне, она говорит, мой брат 12 лет питается бизнес, вода поставить не получается. 12 лет. За это 12 лет успели 8 кредитов брат. Заложили дома все сестры, братья, всех, 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 всех. Не идет. Еще что он говорит? Он пришел ко мне на встречу, он что говорит? Еще чуть-чуть я справляюсь, еще немножечко осталось. Вот это болезнь, которая у всех бизнесменов, чуть-чуть сезон пройдет. Вот и скоро. Я справлюсь конкретно. Чуть-чуть. Вот такая у вас склада ума. То есть, видите, очень важно мы должны вот эту формулу усваивать, ребят. Значит, идея, план, система. Есть люди, у которых нет плана, значит, они постоянно, когда нет плана, как люди действуют? Как казино. Вы не поняли? Когда у вас нет плана, вы интуитивно будете действовать. А ваши интуитивные поступки один раз дают результат, другой раз не дают результат. И что, оправдываем свет? Ну, это же бизнес, раз за разом происходит. Еще кто виноват? Аллах виноват. Ну, это раз, Аллах как дал так. Это же, это же реально, понимаете, да? Если вы выходите на улицу, светом форме смотрите, каждый раз бегаете интуитивно. Давай буду на воле судьбы. Ну, раз на разом не происходит. Кто бы не понял? Уловили? Вот это очень важно понимать. Тогда Аллах, для чего нам давал разум? У нас есть, знаете, почему? Именно вот наши азиатские менталитеты и вообще вот это очень, очень многие, вообще бывшие и Сенге много такое. У нас склад ума такой. Мы не хотим признавать эти вещи. А почему как-то в Европе более порядка? Потому что четкая дисциплина, четкие правила и людям все понятно. И у них мышление такое, просто у нас мышление другое оказывается. У них мышление такое. Значит, здесь я правильно объясню? Правильно объясню? Я буду рассказывать сейчас на уровне миллионера, ребята. Кто хочет стать миллионером? Тогда должны научиться, тогда должны научиться время купить. Именно купить время других людей, деньги других людей, контакты других людей, навыки умений других людей, знания других людей, кредит, доверие других людей. Вы должны научиться купить, платить за это. Хотите стать миллионером? Хотите стать миллионером? Должны научиться купить эти вещи.